Если вас в Польше спросят, где бы вы хотели спать, никогда не говорите, что на диване, потому что вы окажетесь на ковре. Люди будут думать, почему он хочет спать на полу. Диван – это ковёр. Я пошла за своей чашкой в кухню и пью чай. Но если вы так скажете в Польше, я пошла за своей чашкой, или дай мне свою чашку, то вас не поймут. В польском языке чашка – это вот эта чашка. Подумайте, что о вас подумают. Дай мне свою чашку. Всё, откручиваю и даю. А теперь уже без шуток, давайте продолжать дальше. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Я очень рада, что вы опять заглянули на мой канал и открыли именно это видео. Добро пожаловать, меня зовут Лена, и я веду свой YouTube-канал из Польши. Сегодня мы с вами поговорим о такой важной, вот таком важном и ключевом вопросе, как польский язык. Для тех, кто собирается приехать в эту страну, этот вопрос очень важен. Поэтому досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, так ли труден этот польский язык, и так ли он прост, как об этом многие думают, а также какие нелепые, смешные, каверзные ситуации могут с вами приключиться, если вы будете махать на это рукой и говорить, он очень похож, и так пройдёт. Так что доза хорошего юмора сегодня вам также обеспечена. Итак, давайте начинать. Как я уже сказала, я свой канал веду из Польши, и те, кто со мной уже давно об этом знают, я периодически спрашиваю вас, а также моих подписчиков в Instagram, какие темы вы бы хотели видеть на моём канале. И вот в последнее время ко мне поступают вопросы главным образом на тему Польши. Я начала готовить видео о плюсах и минусах Польши, и когда у меня появился пункт язык, я так не знала, куда его отнести, к плюсам или к минусам, и поэтому решила сначала в преддверии того видео снять видео о польском языке. Труден он? Прост ли он? И какую роль играют схожести между славянскими языками, например, русским, украинским, белорусским, польским? Идёт это на плюс или же это минус? Давайте сегодня разберёмся, и я вам покажу подборку тех слов и выражений, которые, на мой взгляд, интересны, и к каким смешным и нелепным ситуациям они могут привести. Я сделала себе список слов, и поэтому буду иногда заглядывать, потому что всего удержать в голове невозможно. Итак, начинаем. Слово «кровать» в польском языке есть очень похожий, тоже слово «кроват», но означают они совершенно разные вещи. Кроват – это галстук, кровать – это ушко. Поэтому осторожно спрашивайте и также осторожно слушайте, что вам говорят, потому что кровать и галстук – это совершенно несоввестимые вещи. И если вы спросите, где можно купить кровать, то вас поймут, что вы хотите купить элемент мужского гардероба и пошлют вас в одёжный магазин. Будьте внимательны. Дальше. Слово «стол». По-польски «стол» – это стул. Но по-русски «стул» – это место, на котором мы… Это предмет, на котором мы сидим, который в польском языке имеет название «кшесло». В русском языке кресло – это совсем другая вещь, хотя на ней тоже сидят. Но по-польски она называется «фотель». И поэтому, если вас спросят, сколько стульев около стола стоит вокруг стола, то не поймите неправильно, что поляки вокруг стола ставят кресло вместо стульев. Здесь эта разница очень весома. Далее. Място. Слово «място» – оно очень похоже со словом «место», но «място» по-польски – это город. В польском языке очень похожее слово к месту «город». К слову «город» также «огруд». «Огруд» – это огород. Но также в польском языке есть названия «огруд ботаничный» и «огруд зоологичный». Это ботанический сад или зоологический сад. Слово «цурка» – это дочка. Я слышала о такой забавной ситуации, когда одна русскоязычная семья приехала в Польшу, и они языка ещё хорошо не знали. Но пытались рассказать о своей семье. У них за границей остались дети, и вот они рассказывали, кто у них есть, и хотели рассказать о своей дочери. И вот этот папа рассказывал, что «моя чурка очень красивая», «моя чурка очень умная», «моя чурка проработящая» и так дальше, и так дальше, и так дальше. И просто некоторые, которые знали русский язык и понимали, что такое в русском языке чурка, просто смеялись до упаду, потому что сравнить дочку с чуркой – это, конечно же, смело. В польском языке есть такой глагол «пукач». Не буду объяснять, что это означает на русском языке, но в польском это означает «постучать». Так что, если кто-то скажет «треба пукать» – это совершенно не то, о чём вы подумали. Также может быть «запукай» до джвей. Тоже не поймите это дословно. Так что с этим глаголом, пожалуйста, поосторожней. Слово «родина» – оно очень близко звучит со словом «родина», но это не «родина». «Родина» по-польски – это «семья». Дальше. Группа слов «кухня» – это понятно всем, и по-польски, и по-русски «кухня» – это «кухня». Но есть ещё слово «кухэнка». «Кухэнка» – это плита, на которой мы готовим. Это может быть «кухэнка газовая», «кухэнка электричная», «кухэнка индукцина». Это всё виды плит, на которых мы готовим в кухне. Также, если вы встретите слово «малаш» и в контексте какой-то красивой картины известной, то не думайте, что в Польше маляры пишут картины. «Малаш» по-польски – это художник. Конечно же, есть маляры, которые белят квартиры, они тоже «малажи». «Малаш». Треба замубить «малажа» в смысле надо заказать маляра, который нам побелит квартиру. Но также «малаш», который пишет картины, которые мы можем посмотреть в музее или купить. Будьте внимательны. Слово «штука». В польском и русском эти слова звучат идентично, но значения совершенно разные. В русском языке «штука» – это поштучно, то есть сколько экземпляров каждого предмета. В польском языке тоже есть такое же значение «или штук», то есть сколько штук, но также есть «штука» в смысле искусства. «Штука пенькна» – это искусство. «Музеум штук пенькных» – это музей изобразительного искусства. Так что здесь нужно тоже держать ухо востро. Дальше очень смешное сочетание слов, которые тоже часто на первых порах доставляет немало смешных моментов и иногда проблем. Русское слово «диван». Ну, «диван» – это вот на чём я сейчас сижу, но в польском языке это слово имеет совершенно другое значение. По-польски тоже есть слово, такое похожее. Оно звучит «диван», но «диван» по-польски – это ковёр, а «диван» в понимании русского языка – это канапа. Иногда можно сказать «канапка», но также помните о том, что «канапка» по-польски – это также бутерброд. Так что в разных контекстах это слово имеет разные значения. Слово «диван» – это ковёр. И если вы скажете «я буду спать на диване», «я бен де спал на диване», то вам постелят просто на ковре. Не обижайтесь. Следующее очень смешное слово – это «урода». По-польски «урода», а по-русски – это, можно сказать, антонимы. То, что в русском – красота, в польском – урода. Это я имею в виду красота женская. И не обижайтесь, если кто-то о вас в Польше скажет, что вы «барцзо уродлива кобета». Это значит, что вы очень красивы. Не обижайтесь. Вы не уродина. Слово «засада» звучат идентично и по-русски, и по-польски. Но по-польски слово «засада» – это не группа людей, которая караулит вас за углом с целью побить, ограбить и напасть на вас. Засада – это правило. Так что вы можете встретить такие словосочетания, как «засады постемпования», «засады руху». То есть правила из разных сфер жизни. Правила, как вы должны поступать, правила движения, правила, правила, правила. Слово «строна» – это всё по-польски «засады», а «засада» в понимании русского языка – это «пуапка» или «засадска». Слово «строна» может звучать похоже к слову «строна», но в польском языке «строна» – это «страница» или «сторона», в то время как «страна» по-польски – это «паньство» или «край». Также слово «край» может иметь значение, как и по-русски «край реки», «край берега», «край ещё чего-то», но также в смысле слова «страна». Слово «уавка» – польское слово «уавка» и русское слово «лавка». Здесь разница только в произношении первого звука «вы». По-польски это «уавка», по-русски «лавка». Больше разницы в произношении нет, но значение есть. «Уавка» по-польски – это может быть «скамейка», так же, как и по-русски «скамейка», но также может быть в значении «парта». «Уавки школьные» – это «парты в школе», «уавки». В русском языке есть ещё значение «лавка» как «магазин», но в польском такого уже нет. Также нужно обращать внимание на слово «интеллигентный», «интеллигентный» по-польски. И звучит оно идентично, но есть всё-таки в нём разница в понимании. То, что в понимании русского языка «интеллигентный человек» и по-польски «интеллигентный человек». Если мы говорим «теллигентный человек», мы имеем в виду, что он умный, он хорошо мыслит, у него есть знания и так далее. В русском языке «интеллигентный человек» – это прежде всего культурный, хорошо воспитанный и, конечно же, образованный. В польском это немножко по-другому. Так что в общем смысле эти понятия покрываются, но в польском языке здесь ударение идёт на разум. Но в то же время, когда мы говорим «интеллигенция» в стране, то мы имеем в виду как раз образованных и культурных людей. Ещё одно очень интересное слово «закон». И здесь будет смешно. По-русски «закон» – это закон, то есть правило, по которым живёт общество и которые нельзя нарушать. В польском языке «закон» в этом понимании – это право. И мы живём по законам права. Слово «закон» в польском языке также существует, но оно означает, внимание, монашеский орден. И поэтому монахи по-польски – законницы. Законник – это монах, законница – это монашка. Так что, если вы услышите «он пошел до закону», это не значит, что он пошёл в какой-то закон, а он вступил в монашеский орден, он вступил в монастырь. И если вы услышите «он есть в законе», то это не означает, что он вор в законе, это означает, что он монах, который живёт в своём монастыре. Слово «лист» по-польски – оно тоже может означать «лист с дерева», тогда оно будет звучать как не «лист», а «лищ». А «лист» по-польски – это письмо, но есть также слово «листок», тоже он означает «листочек». Также есть слово «письмо», «письмо» означает тоже письмо, но более официальное, которое мы можем получить из мэрии, или там из суда, или ещё из какой-то организации. Но также слово «письмо» означает, можно, «письмо швенте» – это Библия, «святое писание» – это письмо, также «письмо» – это почерк, характер «письмо» – это наш, то, как мы пишем наш характер письма. Далее, слово «пушка» в русском языке – это армейское слово, в польском – это консерва. И если вы в магазине услышите «яхтце купить пушка менса», это не означает, что вы покупаете пушку с мясом, это означает, что вы купите мясную консерву. Можно также купить пиво в пушце, коле в пушце, то есть это консервированное баночное пиво или баночная кола. Кола – это всё продаётся в Польше в пушках. Далее, слово «квас». Квас, хлебный квас, всем понятное слово, но слово «квас» на польском языке – это кислота. Конечно же, они говорят «квас хлебовый», и тогда они понимают под этим названием хлебный напиток, но это только потому, что слово «квас хлебовый» перешло как бы как по кальке из русского языка в польский, и они знают, что это такой напиток. А в польском языке «квас» – это кислота, поэтому лимонная кислота – это квас экцитрыновый. И если вы услышите по телевизору или где-то в разговоре о том, что выпали квас на дэшче, это не значит, что с неба шёл дождь из кваса. Слово «заказ» – по-русски «заказ». Тут только нюанс в ударении, но если вы услышите слово «заказ», это не заказ, вы не получаете заказ на что-то. Заказ в польском языке – это запрет. Заказ поленя – это не то, что вам заказывают, чтобы вы покурили, вам запрещают курить. Иногда вы можете услышать на работе слово «поправще». Зроби вы что? Недобже поправще. Ты что-то сделал не так, нужно исправить. Это не означает, что вам надо поправиться и много кушать. Поправще. Это означает, что то, что вы сделали нехорошо, нужно исправить. Ещё одна группа слов, пара слов, которая может спровоцировать непонимание. Это слово «поментай» и «запомни». Если мы в русском языке говорим «запомни», то в польском это совершенно противоположно. Если в русском это значит «нужно об этом помнить», то в польском языке ты должен об этом забыть. «Запомни» – это «забудь». «Помни» – это «поментай». Если вы приезжаете в Польшу поездом, то вы, выходя из поезда, увидите название «двожец колеёвы». И не думайте, что вы выходите около дворца. Двожец – это вокзал, а названия очень похожие. Поэтому, если вы увидите название «пляц дворцовы», это означает «привокзальная площадь». Но вернёмся к слову «плац». Плац – это не тот плац на плацу, где маршируют солдаты. Плац по-польски – это площадь. Ну, как видите, языки похожи, и этих схожестей очень много. Например, дом, дом, вода, вода, соль, соль, хлеб, хлеб, масло, масло – всё это так. Таких слов очень много. Они вам очень помогут понять друг друга и более быстро почувствовать себя уверенно и комфортно. Но, как вы видели из моих примеров, есть очень много слов, которые звучат идентично или почти идентично, и которые могут привести вас в очень неприятную ситуацию, иногда смешную, забавную, а иногда кто-то или вы, или вас поймут совершенно иначе. Поэтому я не советую, так как некоторые думают, язык польский очень похож, зачем его изучать, приеду, всё пойму. Нужно посмотреть, нужно базовые вещи выучить, фразы, нужно посмотреть вот на такие слова, которые похожи, но значение у них другое, и совершенно ни в коем случае не махать рукой. Намного легче будет людям, которые, кроме русского, украинского или белорусского языка, владеют ещё, например, английским или немецким. В польском языке очень много таких иностранных слов, и поэтому будет ещё легче понять и сориентироваться. Но язык нужно учить, здесь другой алфабет, другая орфография, и поэтому не так-то и просто. На очень простом примитивном уровне, да, вы что-то поймёте, что-то скажете, но если вы захотите общаться глубже и получить какую-то хорошо оплачиваемую работу, то языком нужно заниматься и никогда не махать на него рукой. Поэтому я вас призываю, если вы планируете переезд или работу, или какое-то время пребывания в этой стране, обязательно посмотрите, почитайте. Есть множество курсов, множество книг. Займитесь языком, и тогда всё у вас будет в шоколаде. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Да, надеюсь, вам было интересно, и вы улыбнулись вместе со мной. Поэтому оставайтесь на нашем канале, заходите в гости, смотрите предыдущие ролики, делитесь моими роликами в соцсетях, друзья. Давайте общаться, пишите свои вопросы, комментарии. Я всем буду очень рада. Пишите также темы, которые вы бы хотели видеть на моём канале. Всего вам самого-самого доброго. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok